Трем семьям, родные которых погибли в авиакатастрофе под Алматы, страховая компания «Аманат» возместила расходы на погребения в размере 100 МРП. Это чуть больше 265 тысяч тенге. С момента трагедии прошло уже 17 дней, но вопросов о причине крушения самолета «Фокер-100» авиакомпании «Бекэйр» остается очень много. Мы решили адресовать их главе «Бекэйр» Нурлану Жумусултанову. Сегодня у нас в студии. Айр Лагеш. Здравствуйте, Нурлан Тулей Юбаевич. Добрый вечер. У меня первый вопрос. Вот в минувшую пятницу специальная правительственная комиссия назвала основную версию причины трагедии. Это обледенение воздушного судна. Вы согласны с этой версией? Да, я согласен. Эта версия подтверждает наличие внешнего воздействия на воздушное судно. Получается, что решение о принятии по обработке специальной жидкостью принимал непосредственно командир экипажа. Вот эту услугу я знаю, что предоставляет аэропорт. Сколько стоит эта услуга? Принимает решение обрабатывать самолет противопределительными жидкостями или не обрабатывать, принимает командир, исходя из состояния поверхностей самолета. То есть в данном случае крыла и стабилизатора. Ну, если командир не обрабатывал самолет крыло, то у него на это были основания, значит крыло было чистое и сухое. Здесь командир принимает решение, и он самостоятельен в этих решениях, и никто на него давить не имеет права. В данном случае все компании, которые получают услугу в аэропорту, платят за саму услугу, за жидкость потребленную, а также за контроль качества оказания этой услуги. То есть, как бы такой... А вы можете озвучить эту сумму? Ну, что-то около... для самолетов ОКЕР-100 сама услуга стоит около 250-300 тысяч тенге. Это сама одна услуга. Стоимость жидкости, ну, что-то около... Не могу сейчас... Ну, где-то в порядке 2-3 тысячи тенге за литр этой жидкости. Насколько мне известно, из достоверных источников, вот даже чайник кипятка в нашем алматинском аэропорту стоит 2 тысячи тенге. Может быть, ну, не обрабатывает, да, борт? Таким образом, компания пытается экономить? Компания на этих вопросах не экономит, поскольку эти затраты вложены в стоимость летного часа, так называемого летного часа. То есть эти затраты зимой эксплуатации самолетов всегда возрастают, потому что больше нужна ему вот обработка, прогрев и так далее, и так далее. Заместитель премьер-министра Роман Скляр дословно воспроизвел диалог между пилотами за мгновение до катастрофы. Из него можно сделать выводы, что одним из летчиков была допущена ошибка, да. И складывается впечатление такое, что в тот самый роковой момент не было какой-то единости и слаженности между пилотами. Вот как вы считаете, ваша личная версия, что вот могло происходить вот в кабине? После взлета самолет начал бросать в разные стороны. На что командир сказал фразу, что такое, а второй пилот ответил, стабилизатор, вот, тормозим. На окраину, сразу за забором. И вот здесь вот, конечно, нужно признать, что самолет уже прошел так называемую скорость принятия решения. То есть это скорость, на которой должно быть принято решение или тормозить, или продолжать взлет. Вот, то есть здесь даже самолет уже в воздухе был. И вот здесь вот, конечно, да, второй пилот допустил одну оплошность, когда уменьшил режим работы двигателей. У нас еще есть одно видео, где пострадавший высказывается о трагедии. Давайте посмотрим. Это Арман Сагенбеков. Он выжил, но пострадал. И вот он рассказал нашим журналистам, что никто из компании Бекэйр не приехал ни в больницу, не поинтересовался вообще самочувствием. Вот это правда? Наши сотрудники приезжали в больницу ко всем пострадавшим, но допущены не были, поскольку посчитали наши следственные органы, что таким образом как будто бы будет оказываться давление на них и так далее. То есть, поэтому никого из сотрудников не допустили ни врачи, ни охрана, которая выставлена у каждого пострадавшего в больнице. Нурлан Тулейубаевич, у компании Бекэйр есть долги? На сегодняшний день у компании финансовых долгов нет. То есть, они такие текущие, рабочие. Единственное, конечно, у нас сейчас долг перед всеми пассажирами, перед обществом, что возникла вот такая ситуация, и мы также глубоко оскорбим, также переживаем, сочувствуем. Казахстанцы имеют право знать все о трагедии. Спасибо вам, что вы пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы. Я напомню, что в эфире информбюро был глава компании Бекэйр Нурлан Жумасултанов.